А вы знали, что к созданию первой советской атомной бомбы и современной атомной энергетики приложил руку никто иной, как главный чекист СССР Лаврентий Берия? Одним из первых Берия осознал важность атомного проекта и начал активно продвигать его развитие. Благодаря нему удалось достичь прогресса в изучении наработок иностранных ученых в области ядерной физики. Однако были и неудачи. Так, например, в 1940 году он распорядился освободить из-под ареста и выслать в Германию видного немецкого физика Федриха Холтерманса, который согласился сотрудничать с НКВД и поставлять информацию о всех работах в области ядерной физики, но тот был перевербован уже немецкими гестапо. В 1941 году в Германии уже активно ведутся работы по созданию атомной бомбы. Узнав об этом, Берия сообщил Сталину. Однако Сталин в то время был еще скептически настроен к этой идее и не поддержал в этом плане Берию. В 1945 году американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу, после чего в Союзе создается специальный комитет при ГКО для руководства всеми работами по использованию атомной энергии. Председателем комитета был назначен Берия. В состав комитета вошли также ведущие ученые и специалисты, такие как Игорь Курчатов, Петр Капица и другие. При специальном комитете был создан технический совет, председателем которого стал Борис Львович Ванников. Берия курировал работы по добыче и переработке урановых руд, создании ядерных реакторов и разработку атомной бомбы. Он также участвовал в принятии решений о строительстве ядерных объектов и испытательных полигонов, то есть на нем лежала огромная ответственность. Технические вопросы, логистика, изучение и разработка ядерных реакторов, координация действий целого коллектива ученых и специалистов, а вместе с этим обеспечение строгой секретности всех этапов разработки и испытаний атомного оружия. Берия в этом аспекте справился с работой максимально эффективно. Так именно оценивает проделанную им работу и по сей день. Как итог, мы имеем успешное испытание атомной бомбы РДС-1 в 1949 и запуск в первой в мире атомной электростанции, но уже после смерти Берии в 1954.